Если бы мы наложили эти картинки, мы бы получили вот что-то такое. То есть видность сначала обратилась в ноль, но потом она опять возрастает, опять и опять. Но если у нас спектр сплошной, то есть это не две длинные волны, то у нас уже дептидность на каком-то времени, которое, как мы сказали, называется время когерентности, обратилась в ноль. И потом она меняется, но уже в небольших подпределах, постепенно затухая, как и должен вести себя, собственно говоря, синт. Ну, соответственно, если спектр взять не по прямоугольный, а более приближен к реальному, а реальный это, как правило, две функции. Это либо Лоренц, либо Гаусс, либо сверткой, то видность будет, и интервьюционная картина будет выглядеть примерно таким же образом. Поэтому наша модель вполне себе неплохая. Значит, итак, что важно из этого рассмотрения, что длина когерентности... Ой, у нас есть время когерентности, но мы можем ввести также длину когерентности, да? Поскольку у нас характерная длина и время задержки, они связаны через скорость света. Соответственно, максимальная разность хода, при которой мы можем наблюдать интерференцию, будет определяться длиной когерентности. И, зная спектральный состав излучения, мы можем определить как время когерентности, так и длину когерентности. Соответственно, если мы хотим связать длину когерентности, мы можем связать длину когерентности с максимальной разностью хода, при которой наблюдается интервьюционная картина. Значит, мы с вами показывали, что r1 минус r2 максимальная. Это фактически... Это дельта лямда... Лямбда 0 в квадрате поделить на дельта лямбда. Но это есть не что иное, как длина когерентности. Это есть не что иное, как длина когерентности. То есть, та максимальная разность хода, при которой мы еще можем наблюдать интервьюционную картину. Вернее, точнее сказать так, что видность обращается в 0. И этой разницей хода отвечает длина когерентности. Значит, если у нас свет белый, солнечный свет, ну, скажем, с шириной дельта лямбда порядка у нас дельта лямбда, если у нас... Это 300 нанометров, скажем, 700 минус 400 нанометров. Дельта лямбда к лямбда. То есть, лямбда на дельта лямбда это порядка одна. Вторая. Соответственно, длина когерентности будет порядка двух длин волн белого света. То есть, это будет порядка микрона. То есть, от белого света мы можем видеть интервьюционную картину, если у нас задержка, разность хода в опыте Юнгой порядка одного микрона. Соответственно, если свет более монохроматический, если мы используем фильтр, допустим, 50 нанометров, соответственно, должна возрасти длина когерентности. Ну и наиболее когерентные источники, это лазерные источники, с которыми вы видели, то, в принципе, у лучших лазеров, у хороших лазеров, у них может быть ширина линии по порядку 10 в 7 герц, или даже меньше, что отвечает длине когерентности примерно в десятки метров. Примерно это 30 метров. Значит, соответственно, есть лазер с более узкой частотой, порядка одного герца, и, соответственно, та у когерентности одна секунда, если у нас, поскольку у нас тау пропорциональна единице на дельта ню, из преобразования в пупурьес, соответственно, если тау одна секунда, дельта ню один герц, соответственно, вы можете посчитать, какая будет длина когерентности, то есть это то расстояние, которое свет проходит за одну секунду. То есть совершенно фантастическое расстояние. Ну вот характерные примеры мы рассмотрели. Значит, а теперь перейдем не к спектральному описанию, а перейдем на язык временному описанию, что полезно сделать. Значит, рассмотрим, опять же, наш опыт Юнга. Значит, у нас есть две щели. Две щели. У нас есть экран, на котором мы наблюдаем интерференцию. То есть у нас приходит одно поле, второе поле от источника 1 и 2. Есть щель 1, есть щель 2. Они освещаются точным источником света. Для простоты пока. Обращаю внимание, что вообще говоря, Е1 и Е2 могут быть векторами. Значит, и вот этот интерференционный член, мы его все время считаем, что поля скалярные, но он может быть и вектор. Но картинка несколько усложнится. Значит, итак, у нас в этой точке, где мы рассматриваем интерференцию, у нас есть поле Е1 от Т, которое есть поле, которое у нас было Е в момент времени Т, вот в этом точечном источнике. То есть мы хотим изучить когерентность на временном языке. Мы хотим изучить когерентность поля в точке Е. Мы делаем опыт Юнга. Соответственно, у нас Е будет здесь, Е1 будет связано ЕТ минус дельта Т. Е2 от Т будет, соответственно, Е от Т минус дельта Т минус дельта Т плюс какой-то Тау. Тау, поскольку есть время задержки для прохода света от точки, от точки, в которой мы хотим посмотреть когерентность, точка 1, точка наблюдения. Источник, точка 2, точка наблюдения. Есть время задержки Тау. И мы можем записать как Е от Тау. Есть у нас наш интервестиционный член, то есть это Е1, сумма полей в квадрате усредненная, то есть это интенсивность. Это будет и 0 плюс и 0 от 1, и плюс наш интервестиционный член, что мы уже писали, то есть 2Е от Т на Е от Т плюс Тау. Значит, важно, что этот интервестиционный член не зависит от времени, он зависит только от задержки. Он зависит только от задержки. Ну, поскольку есть какая разница, в какой момент времени мы начнем измерение. Значит, и вот эту функцию, которую я изобразил, за исключением коэффициента 2, ее называют автокорреляционной функцией поля, поскольку она зависит только от Тау. То есть это Е от Т умножить на Е от Т плюс Тау, и мы должны усреднить. То есть это такая величина, которая в статистической оптике очень широко используется, она называется функция автокорреляции поля. Что значит автокорреляция? То есть мы взяли поле, задержали его, и пытаемся, не пытаемся, усредняем, и смотрим, как эта функция зависит от времени задержки. Значит, если Тау равно нулю, это интенсивность. То есть если Тау равно нулю, значит, Б от нуля, это есть просто, и ноль. Значит, ну а на бесконечности, если у нас источник не монохроматический, чему будет эта функция равна на бесконечности? Нулю. То есть если Тау бесконечность, Б от бесконечности, оно будет стремиться к нулю. Соответственно, что нам важно, для этого рассмотрения, что Б от Тау, вот эта автокорреляционная функция поля, это есть не что иное, поскольку, смотрите, когда мы анализировали наш опыт Юнга, еще раз запишу эту формулу, то есть и интенсивно-синтенсационной картины как функция задержки, это у нас 2 и 0 плюс 2 через спектральную плотность, мы записывали, эта формула уехала, от нуля до бесконечности, С от омега, косинус омега Тау, омега Тау, на Д омега, то есть по определению этой функции, вот как мы ее пили, это значит, что у нас Б от Тау, вот этот интеграл, он есть фактически Б от Тау, то есть есть автокорреляционная функция поля, то есть Б от Тау, есть интеграл от нуля до бесконечности, С от омега, косинус омега Тау, Д омега, Д омега. То есть автокорреляционная функция поля есть фурье образ спектра, то есть автокорреляционная функция поля, есть фурье образ спектра, и это фактически, ну это обобщение от того, что мы видели раньше, то есть для произвольного спектра вы можете получить, зная спектр, можете получить автокорреляционную функцию поля, из нее посчитать инвестиционную картину. И вот это соотношение, есть не что иное, ну оно доказывается для достаточно общего электромагнитного поля, оно носит название теоремы Виннера-Хинчена. Мы ее, конечно, не доказали, а просто показали, откуда берется эта связь. Связь функции автокорреляции поля с спектральным составом. Соответственно, простейшие примеры. Если у нас S от омега, у нас есть дельта функция, поскольку это преобразование в фурье, омега минус омега 0, соответственно, B у нас будет, Bp от tau, это будет гармоническая функция, то есть интервестиционная картина, ну, это интервестиционный член для чисто гармонического поля. То есть Bp от tau есть просто, ну, с точностью до коэффициента 2, и 0 на косинус омега 0 tau. В другом, в предельном случае, используя преобразование в фурье, если у нас S от омега, спектр максимально широкий, автокорреляционная функция поля будет по времени очень короткая. Соответственно, ну, вот и выехал тут от спектра, который мы рассматривали, соответственно, ему будет отвечать автокорреляционная функция B от tau, которая будет выглядеть вот таким вот образом. Значит, а если мы ее возьмем по модулю, то из нее легко можно получить видность. Ну вот, собственно говоря, те основные вещи, которые мы хотели рассмотреть, используя опыт Юнга, то есть связь между спектральным составом и видностью интервьюционной картины, значит, которая определяется, собственно говоря, преобразованием в фурье. Значит, ну а сейчас перейдем к следующей теме, это фурье, понятие фурье спектроскопии и как можно, используя интерферометр, измерять очень малые расстояния. Значит, идея фурье спектроскопии состоит в следующем. Значит, что такое спектроскопия вообще? Значит, мы хотим узнать спектральный состав излучения. Вот у нас какой-то есть источник света, лазер, светодиод, лампочка, любой источник света, мы хотим узнать его спектр. Если мы смотрим на эту картинку, на теорему Виннера-Хинчена или на вот это соотношение, мы видим, что если мы измерим B от Тау, мы можем получить спектр, используя преобразование фурье. Вот в этом стоит идея фурье спектроскопии. То есть, если мы делаем обратное преобразование фурье, изменяя автокорреляционную функцию поля, мы можем получить спектр. То есть, S от омега это есть единица на π интеграл от нуля до бесконечности, интегрируем мы по Тау, мы должны проинтегрировать нашу автокорреляционную функцию поля B от Тау косинус омега Тау Д Тау. В этом стоит идея фурье спектроскопии. Ну, почему фурье, поскольку она основана на фурье анализе, на преобразовании в фурье. То есть, измеряем B от Тау с помощью мы сейчас обсудим как делаем фурье преобразование, получаем спектр. Значит, что как это реализуется? Реализуется это с помощью интерферометра, который мы уже видели, который перед вами здесь его стоит демонстрация, это интерферометра Хайкельсона. То есть, можем опомнить, что как он устроен. Значит, у нас есть источник света, есть делительная пластинка, она делит наш луч, пучок на две части. Одна часть идет вверх, отражается от зеркала, идет в канал наблюдения. Значит, вторая часть пучка проходит через делительную пластинку, отражается от зеркала, идет обратно и вот тут у нас происходит интерференция в точке П. Это видно на экране, вот этот интерферометр, интерферометр, значит, лазер, еще раз, вот одно плечо, подвижное плечо и наблюдение, точка наблюдения. Здесь стоит зеркало, которое отбрасывает эти пучки на экране. И мы видим интерференционную картину, то есть мы закрываем один пучок, интерференция исчезает, и второй пучок. То есть мы видим, что она меняется, она очень чувствительна, то есть это и есть интерференционная картина. Значит, мы что должны сделать? Записать И как функцию задержки, ну или R пересчитываем на время, делаем фурье преобразований и получаем из атомика. Значит, мы должны перемещать зеркало. Мы, перемещая зеркало, получаем интерферограмму, которую потом преобразовываем в спектр. Вот в чем состоит идея фурье спектроскопии. соответственно если у нас вопрос для любого спектрометра, каково его разрешение, то есть какие, насколько он может разрешить близко стоящие длинные волнки. Вот у нас есть разность частот дельта омега, соответственно мы записываем интерферограмму, которая есть, если это и на и ноль, значит, она как-то меняется, значит, вот у нас есть интенсивность от одной волны, от второй, значит, чуть-чуть она смещается, значит, и если эти длинные волн очень близко, то расхождение минимумов и максимумов произойдет на большем расстоянии, соответственно, мы, если мы хотим разрешить близко стоящие линии, какой мы должны брать интерферометр? Увеличивать плечо, уменьшать? Увеличивать, естественно, увеличивать, чтобы если эта разность от малых, если дельта омега маленькая, то они будут расходиться на большом расстоянии, соответственно, чем больше у нас длина хода, длина плеча, тем больше у нас лучшее разрешение и меньше разность дельта омега, мы можем увидеть. Ну а теперь перерыв на 5 минут. Значит, разность хода соответственно в фурье-спектрометре это 2L на С. Разность хода. Это 2L, вернее, LTR 2L, соответственно, ТАУ у нас LTR равно 2L, где L это размер смещения зеркала разность хода. То есть, если мы измеряем L на 1 метр, разность хода изменяется ровно в 2 раза, потому что свет проходит до зеркала и обратно, проходит путь в 2 раза больше. Значит, соответственно, дельта омега это есть порядка единицы на ТАУ на время задержки, соответственно, ТАУ дельта R на С, то есть, это будет у нас дельта омега, значит, единица на LTR на С, LTR это есть 2L, то есть, С на 2L. Дельта омега порядка С на 2L. Соответственно, увеличиваем длину, разрешение у нас увеличивается, и обычный фурье-спектрометр имеет базу порядка нескольких десятков сантиметров, это вполне достаточно, чтобы разрешить спектральную для большинства по применению это вполне достаточно, но если вы хотите разрешить какие-то очень узкие линии, например, оптические линии оптического диабазона, разность между которыми лежит допустим в гигагерцах, если вы хотите увидеть сверхтонкое расщепление линии водорода с длиной волны разность которым отвечает в 21 обратный сантиметр, то есть вам нужна частота в гигагерц, а для этого вам нужна разность хода до 10 метров или даже больше. Вот один из самых больших промышленных фурье-спектрометров стоит в институте спектроскопии в Троицке, длина плеча там около 20 метров, примерно вот это такая коробка, которая от одной стены до другой длина плеча. И нужно обратить внимание, что механически у вас должна быть система стабильна, чтобы видеть устойчивую интернационную картину. Поскольку вы видите она очень чувствительна, то есть если вы используете такую базу, вы должны использовать соответствующую механику, чтобы у вас институционная картина не плыла. Ну а теперь переходим к следующей теме, это пространственная когерентность, поскольку прежде чем перейти к теме пространственной когерентности, остановимся немножко на измерении малых смещений. Итак, используя свойства интерференции света, мы можем излучать спектральный состав источника, то есть мы берем источник, записываем интерферограмму, получаем информацию о спектральном составе. С другой стороны, если у нас есть источник известной длины волны, например лазер, мы можем очень точно измерять перемещение. Вот идея этого измерения показана на картинке. Значит, есть у нас интерферометр Майкельсона, значит, мы используем в качестве источника света лазер и записываем интерферационную картину, которая для хорошо монохроматического излучения имеет вот такой гармонический вид. Значит, если мы хотим измерить перемещение, мы видим, что изменение расстояния на порядок длины волны приводит к тому, что интенсивность меняется от минимума до максимума. Значит, если мы хотим измерить очень маленькое расстояние, значит, мы должны очень точно измерять интенсивность. То есть, изменение, ну, если мы продифференцируем эту формулу, ну, вот эту формулу, куда она там уехала, значит, то изменение интенсивности непосредственно связано с перемещением, то есть, фактически, это будет дельта х на лямбда, то есть, как точно вы можете измерять отношение интенсивности, с такой точностью вы можете измерять перемещение относительно длины волны. Соответственно, не очень сложно выполнить измерение интенсивности на уровне 10-7, 10-8. это значит, что вы можете измерять расстояние, ну, согласно этой формуле, лямбда на 2 пи еще здесь возникает, то есть, примерно 0,1 микрона на 10-7, 10-8 вы получаете расстояние фантастически малое. То есть, это фентометры и даже ниже. И это значит, что используя интерферометр такого типа, вы можете измерять очень малые расстояния, на этом основаны всякие датчики перемещений на такие очень маленькие расстояния. Обращаю внимание, что один фентометр это фактически радиус ядра, то есть, расстояние очень маленькое. Более того, собственно говоря, интерферометр, с помощью которого были обнаружены гравитационные волны, он именно построен по схеме интерферометра Майкельсона, выглядит он именно так, как показано на рисунке. длинный плеч там несколько километров, но там используются значит, еще более хитрые системы, эти зеркал не два, вы видите, тут еще есть зеркала, и за счет этого удается повысить точность измерения интенсивности еще существенно, за счет этого можно увеличить чувствительность к дельта х. Ну и поскольку недавно было сообщение, как они зарегистрировали смещение на уровне меньше, ну, числительность всего на уровне меньше, чем размера атомного ядра. Вот что дают современные оптические методы с точки зрения измерения малых перемещений. Ну а теперь пространственная когерентность. Перейдем к этой теме. То есть нужно подчеркнуть, что важно нам не только когерентность по времени, когерентность в пространстве. Значит, что это такое? Значит, размотрим опыт Юнга, точечный источник света. Вещали, мы наблюдаем трансляционную картину. Теперь мысленно смещаем положение источника света по вертикали. Что будет с трансляционной картиной? Она будет что? Она будет смещаться. Она будет смещаться, но если мы вытащим ее вверх, она будет смещаться вниз. Ну, чтобы выполнить, скажем, вот у нас здесь максимум, значит, эти длинные плечи должны быть одинаковые. Если мы потащили вверх, это плечо сократилось, это удлинилось, соответственно, максимум уедет вниз. Вот это, значит, взяли источник еще один, от него получили, что интернационная картина сдвинута. если мы эту точку отверли на такое расстояние, мы можем ее поднять, что у нас максимум будет отвечать минимум. Опять у нас может наблюдаться смазывание интернационной картины. Обращаю внимание, что это никак не связано со спектральным составом, а связано только с тем, что источник может иметь протяженность, то это не точка. Поэтому недаром в опыте Юнга перед двумя щелями стоит экран, в котором есть маленькое отверстие, которое дает фактически точечный источник света. Ну и мы это можем видеть. Сейчас мы посмотрим демонстрацию. видность будет изменяться как-то. То есть если у нас есть две интенсивности меняются по гармоническому закону, эти две синусоиды сдвинуты, соответственно видность будет падать. Для точного источника света видность максимальна, а если протяженной, она будет уменьшаться и уменьшаться. Вот эту идею мы сейчас увидим, продемонстрируем на демонстрации, где у нас используется источник света в виде лампочки и у нас будет вместо первой щели в источнике, вернее, первая щель в опыте Юнга, она будет у нас не точкой, а щелью, источник света, щелью с переменным размером. И мы будем смотреть на рационную картину в зависимости от ширины щели. То есть, еще раз, источник света, щель и две щели в опыте Юнга. Мы будем изменять размер первой щели. Пожалуйста. Значит, смотрим на экран. То есть, сейчас щель минимальна. Мы видим интерстационную картину на белом свете. Закрыли щель. Вот ее чуть-чуть открыли. открываем, еще открываем, еще открываем, еще, еще. И вот она начинает смазываться. вот, вот, вот. Движение, что чуть-чуть ее сдвинули, ну, просто механически ее стукнули. Давайте еще раз. А, ну, с чем связано движение. Ну, вот, на картинке я показывал вам, что, если вы перемещаете эту точку, у вас картина едет, да? Ну, соответственно, у вас этих точек много, и вы можете видеть перемещение. Ну, таким образом, а? Ну, давайте посмотрим с фильтром. тут как бы не... Ну, фактически то же самое. То есть, в зависимости от ширины щелей мы видим, что видность картины, если у нас вот это х или тау, видность картины будет уменьшаться. То есть, это очень похоже на то, что мы наблюдали в случае когерентности временной. Ну, все. Спасибо. Нет, это потом. Это потом. Так, теперь, пожалуйста, свет включите. Так. Сейчас переключаем на сосу. Отсунули, шестой, в пять. Ну, вот, что мы видели на экране. Так, ну, а теперь мы перейдем к такому значит, к теме, которая называется звездный интерферометр Майкельсона, который позволяет, ну, на нем очень легко проиллюстрировать идеи, связанные с пространственной конкурентостью и как она может быть использована и измерена. То есть, интерферометром Майкельсона звездный, только он называется звездный, не путайте вот с этим, интерферометром Майкельсона. Значит, он устроен несколько иным образом. Ну, прежде чем рисовать его схему, значит, рассмотрим ситуацию. У нас есть очень удаленный источник света. Пусть это будет звезда. Значит, мы от этой звезды получаем свет. Значит, и хотим получить интерференцию от удаленного источника света. Значит, мы делаем эксперимент опыт Юнга. То есть, две щели, вот у нас падает свет. Считаем, что источник очень удален, это означает, что лучи падают у нас, идут параллельно. Значит, поставили экран, он у нас вырезал. Этот экран, мы получили два параллельных пучка. Считаем, что эти отверстия много больше, чем длин волн. То есть, мы хотим получить интерференцию этих пучков. Интерференции не будет, поскольку они не пересекаются. Значит, чтобы была интерференция, что мы можем сделать? Мы можем использовать линзу. Да, мы можем использовать линзу. Если мы используем линзу, значит, у нас эти лучи сойдутся в фокусе, и, соответственно, в фокусе линзы у нас будет наблюдаться интерференция. интерференция. То есть, с помощью линзы мы обеспечиваем то, что у нас пучки сходятся под определенным углом, мы можем наблюдать интерференцию. вот так, собственно говоря, на этом основана идея работы звездного интерференция там Айкельсона. То есть, у нас есть удаленный источник. Значит, мы наблюдаем в окальной плоскости линзы. Мы поставили туда экран или камеру, значит, и мы можем наблюдать интерференцию от двух пучков. Значит, у нас есть отверстие и фактически у нас есть по параметрам нашей задачи, то есть, у нас есть угол, под которым угол, который отвечает ширине интерференционных полос в данном случае, это у нас угол лямбда на d. где d расстояние между отверстиями. То есть, это как бы такой эквивалент опыта Юнга. Мы взяли диафрагму с двумя отверстиями, наложили на объектив, получили два пучка, они интерферируют, и направление на максимумы, угловая ширина интерференционных полос будет определяться лямбда на d соотношение. Теперь у нас есть еще пучок попадающий либо от звезды, которая находится рядом с удаленной звездой, либо это звезда больших размеров, то есть, у нас еще есть свет, подходящий, попадающий на нашу систему, немножко под другим углом. Поскольку это линза, значит, у нас эта интерференционная картина должна сдвинуться от этого источника, который пунктируем, она должна чуть-чуть пойти вниз. И при каком-то угле, у нас при каком-то угле альфа, попадение от двух источников, у нас произойдет наложение двух интерференционных картин, то есть, максимумы наложится на минимумы и будем обозначить этот угол альфа-ноль. То есть, альфа-ноль отвечает ситуации, что когда у нас полосы наложились. Значит, соответственно, это угловая ширина интерференционных полос для одного источника, для одного источника, либо пунктирная, либо сплошная, лямбда на D. Соответственно, дельта X это будет альфа на расстояние фокальная линза, а фокусное расстояние линзы, то есть, это будет лямбда на D на F. Значит, и когда мы включили вторую звезду, у нас условие для наложения полос, это когда альфа-ноль, есть альфа пополам, то есть, это расстояние между максимумами интерференционной картины, у нас при этом у Глеба произойдет наложение полос, то есть, лямбда на 2D. лямбда на 2D. То есть, если мы хотим разрешить угловой размер уменьшить альфа-ноль, что мы можем делать? Лямбда у нас фиктирована, есть это оптический микроскоп, мы должны увеличивать вот это расстояние D. Мы должны вот это расстояние D. Ну, вот у нас есть объектив каких-то размеров, мы смотрим на звезду, соответственно, если это один объектив, то максимум, то это разрешение будет определяться фактически размером зеркала, угловое разрешение. Зеркало либо линзы. Ну, что можно сделать? Можно увеличить вот это расстояние или, как называют, базу интерферометра, используя вот такую оптическую схему. то есть используя зеркала, которые мы можем отнести в принципе на любое расстояние, ну, поскольку нам позволяет бюджет нашего мероприятия, значит, это может быть метр, десятки метров и даже больше. И в такой схеме у нас будет разрешение длина волны поделить на удвоенную базу. И тем самым мы можем увеличить разрешение нашего оптического прибора в принципе на насколько мы можем увеличить эту базу, но при этом нужно иметь в виду, что всю эту механику нужно держать с интерферационной точностью намного меньше длины волны, чтобы наблюдать интерференцию. Иначе у вас система нестабильна, вы интерферационную картинку увидите. Ну, опять же, ситуация очень похожа на то, что используется в интерферометрах типа LIGO, но там эти интерферометры используют лазер, и они настроены на детекцию грационных волнов. Идея, в принципе, та же. То есть вы можете сколь угодно высоко поднимать, ну, не сколь угодно, а сколько вы можете увеличивать базу, поднимать разрешение. Соответственно, для если взять такие базы разумные по порядку 10 метров, то, соответственно, угловое разрешение лямбда на 2D, если взять D 10 метров для длины волны видимого диапазона, это будет порядка величина на 25 нано радиан, да? Нано радиан, если взять и посчитать. Ну, угол, еще раз, это микрон, вы видите микрон на расстоянии 20 метров, вот такой маленький угол, который позволяет увидеть на нашем небе, значит, с таким угловым разрешением типичные, хорошие, вернее, звездные интерферометры такого типа. Значит, и исходя из этого мы можем ввести следующее понятие, которое называется радиус когерентности. Радиус когерентности. Радиус когерентности. То есть, у нас, давайте на картинку посмотрим. То есть, мы можем наблюдать интерференцию от полей, мы хорошо наблюдаем интерференцию картину от точного источника. Как только источник становится не точечный, то у нас интерференция картина размывается. И рассмотрим ситуацию следующую. У нас есть экран, на котором есть две щели 1 и 2. 1 и 2. Они разнесены на расстояние D. У нас есть размер нашего источника угловой альфа. Фактически, мы интерпретируем результаты нашего анализа интерферометра Майкельсона. есть источник, под которым мы видим угол, под которым мы видим наш источник. Соответственно, увеличиваем D и на каком-то D у нас произойдет размазывание интерференционной картины. На каком-то D. еще раз. У нас есть звездный интерферометр Майкельсона. Пока у нас расстояние маленькое, вот это D маленькое, мы видим устойчивую интерференционную картину. Как только мы увеличиваем D до таких величин, как у нас максимум перекрывается спинниумом, картина смазывается. соответственно, если мы берем маленькие D, мы видим хорошую интерференционную картину, увеличиваем, значит, у нас произошло смазывание интерференционной картины. И это смазывание интерференционной картины характеризует радиусом пространственной когерентности. то есть такое D, на котором произошло смазывание интерференционной картины, максимум наложились на минимум, называют радиусом пространственной когерентности. То есть D, при котором произойдет альфа, альфа, угол, на котором у нас произойдет смазывание интерференционной картины, есть лямбда на 2D. Или у нас D из этой формулы есть лямбда на 2А, на 2А, и это D, при котором происходит смазывание интерференционной картины, мы называем радиус когерентности поля. То есть речь идет о когерентности поля на экране. вот здесь на экране. То есть пока у нас радиус когерентности поля больше, чем расстояние между щелями, мы видим устойчивую интерференционную картину. Как только радиус когерентности становится меньше, у нас происходит ее разназвование. Значит, чем ближе у нас наш источник света к точечному, тем больше радиус когерентности. Тем больше радиус когерентности. И он, соответственно, увеличивается с расстояния. То есть если мы увеличиваем расстояние, радиус когерентности будет увеличиваться. то есть при D больше, чем RK на экране радиус когерентности у нас интерференционной картины нет и при D меньше, чем RK интерференционная картина есть. Волны, как говорят, когерентные, исходящие. Здесь у нас когерентные, а тут у нас некогерентные. То есть оптическое поле мы можем характеризовать не только временной когерентностью, что было на первой части лекции, а и пространственной когерентностью. И если у нас есть протяженный источник, вот этот альфа угол, на котором мы его видим, угол альфа, если это размер этого источника R, предположим, светящийся диск, звезда, полоска, лампа накаливания, то у нас есть радиус когерентности K, RK, который определяется, RK определяется как лямбда на 2 альфа, лямбда на 2 альфа, соответственно, альфа есть у нас, это R на расстояние L, R на расстояние L, альфа это размер нашего объекта на расстояние L, соответственно, мы можем, подставив один в другое, мы получим R когерентности, это R лямбда на R 2R на L то есть, что эта формула иллюстрирует рисунок вот этот рисунок чем у нас L больше радиус когерентности у нас растет чем у нас R меньше тем больше радиус когерентности и тем ближе наша волна к сферической соответственно у сферической выполнены чему будет равен радиус когерентности а? ну если R у нас стремится к нулю R к нулю стремится что с радиусом когерентности бесконечности да то есть ну идеальное когерентное поле это у которого радиус когерентности бесконечное соответственно время когерентности тоже бесконечно ну и наилучшим источником отвечающим этим условиям что это за источник света в котором максимальное время когерентности и максимальное пространство когерентности лампа солнца что лазер 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 я не говорю что не бесконечно я говорю что максимально физики всегда имеют дело с моделями у них все время идеальные объекты реальные объекты с той или иной степени к им близки значит наиболее близок к идеальному случаю это конечно же лазер поскольку вы видите интерстационную картину которую мы наблюдали значит и если взять пучок одномодового лазера пучок лазера вот который здесь на доске у него значит интерференция происходит потому что есть собственно говоря конгерентность по всему пучку значит примеры солнце которое мы наблюдаем на земле у нее есть какой-то угловой размер если есть угловой размер мы можем посчитать радиус когерентности и можно значит для солнца для солнечного диска этот угол составляет полградуса соответственно радиус когерентности это будет лямбда на двд вы можете взять и посчитать если это сделать вы получите длину порядка 25 микрон то есть юнг делая свой опыт он конечно об этом не знал но нужно было ему делать щели на каком расстоянии чтобы увидеть свой опыт какие должны быть у него расстояния меньше или больше 25 микрон если он это делал с солнечным светом конечно меньше то есть вот этот экран значит вернее размер дырочки да то есть его характерные размеры отверстия если они будут больше 25 микрон то никакой интервестиционной картины не увидишь значит то есть у солнечного света такой радиус когерентности он соответственно если мы уйдем с земли на марс что будет с радиусом когерентности солнца увеличится ну и соответственно будет уменьшаться при приближении к солнцу значит у лазера если это лазер работает в так называемом режиме одной моды вот видите пучок от лазера то есть в каждой в каждой точке лазерного пучка у вас есть пространственная когерентность вы можете сделать опыт юнга то есть одну дырочку сделать другую дырочку и получить интерференцию от света исходящих вот из области одного из любых лучей исходящих из области пучка ну и теперь значит учитывая то что мы рассмотрели как когерентность и по пространству и времену значит их можно объединить и возникает такое можно ввести такое понятие пространственно временная когерентность то есть что касается солнца то есть мы с вами выяснили что пространственная когерентность характеризуется радиусом когерентности для солнца это 25 микрон соответственно временная когерентность определяется спектром этого источника и вообще говоря длина когерентности отвечающая в ширине спектра излучения. То есть обратите внимание, у нас есть два параметра – длина когерентности и радиус когерентности. И они имеют отношение, фактически это описывают разные свойства поля. Пространственная когерентность определяет настолько у меня когерентные излучающие области из одного источника, а временная когерентность определяется спектром. То есть есть две длины. Одна из них – длина, другая – радиус. Ну и эти понятия, их можно объединить. И оптическое поле можно характеризовать функцией пространственно-временной когерентности. К чему мы сейчас перейдем. То есть на рисунке мы изобразили, опять же, опыт Юнга с двумя щелями. И нас интересует когерентность поля в точках R1 и R2, которые отмечены здесь сильно. Значит, что мы должны сделать? Если мы хотим изучить функцию пространственно-временной когерентности, мы должны поставить опыт Юнга, то есть поместить тут экран и записывать интервестиционную картину как функция разности времен. Ну то есть перемещать эту точку или оставить камеру и записывать интервестиционную картину, фотографировать ее. и тем самым мы получим после соответствующего усреднения мы получим характеристику нашего оптического поля в точках R1 и R2. Давайте формализуем эту идею. То есть у нас есть поле в точке R1, определяется бифектором, и в какое-то время Т1. Есть поле E в точке R2 и T2. Если мы хотим узнать их параметры, их когерентности или свойства, мы должны умножить одно на другое и усреднить. Умножить одно на другое и усреднить. Соответственно, это будет функция. Которую мы можем обозначить G. Функция пространственной временной корреляции. Значит, она будет зависеть, эта функция G будет зависеть от дельта R, дельта R, то есть R1 минус R2, и будет зависеть от дельта T, от T1 минус T2. То есть дельта R есть R1 минус R2, и дельта T есть T1 минус T2. То есть, таким образом, мы можем характеризовать поле в любых пространственных временных точках вот такой функции, которая зависит от, вообще говоря, от трех пространственных координат и одной временной. То есть мы можем, измеряясь, используя схему опыта Юнга, измеряя интерстационную картину, получить видность оттуда, и, в принципе, связать эту видность с этой функцией, получить о ней информацию. Значит, каким образом, резюмируя, у нас есть когерентность пространственная и временная. В качестве образа можно использовать следующую картинку. То есть идеальный объект с максимальными длинными когерентностями и радиусами это лазерный пучок, о котором мы обсуждали. Значит, в то же время могут быть различные предельные случаи. То есть мы можем иметь излучение с высокой временной когерентностью, с низкой пространственной когерентностью и, наоборот, с высокой пространственной когерентностью, с низкой временной когерентностью. Вот, например, если у нас есть интерферометр Майкельсона, который изображен здесь, если использовать в качестве источника света Сверхкороткий оптический импульс, как бы его образ изображен здесь, это пучок, который распространяется, и это есть импульс, короткая вспышка света. Если этот импульс сверхкороткий, то есть порядка пикосекунд или даже фентосекунды, которые есть, самые короткие оптические импульсы, это фентосекунды. Если мы пересчитаем задержку на время, значит, стопика секунды, это примерно сантиметр, то есть если вы используете фентосекундные импульсы, то есть задержка в один микрон приведет к тому, что вот эти импульсы, которые пойдут по одному плечу и по другому, они просто не будут перекрываться, и у вас интерференции просто не будет. Но тем не менее, это пучок лазерный, он может иметь отличную пространственную когерентность. Так, а сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели демонстрацию, которую нам покажут другой случай, то есть как из лазерного пучка, который обладает хорошей временной когерентностью, получить пучок с низкой пространственной когерентностью. Это так называемая спекл-картина. Так, ну где помощник-то наш? Посмотрим на спекл-картину. То есть эти опыты вам дают представление, что пространство и временная когерентность – разные вещи. они могут быть как радиус большой когерентности, длина большая, могут быть один маленький, другой большой, и они отражают пространственную, временную характеристики оптического поля. Значит, на этом опыте у нас используется лазер, диафрагма и у нас используется мопатовая пластинка. Она дает рассеяние. То есть это значит, что у нас на экране, экран здесь – это видеокамера, у нас наблюдается так называемая спекл-картина. То есть если вы будете облучать, значит, что просто вы возьмете лампочку и будете облучать мопатовый диск, никакой спекл-картины вы не увидите. Ну, мы этого не наблюдаем. Что это такое? Это у нас случайная структура, такая пространство, где наблюдаются минимумы и максимумы, минимумы и максимумы. И с чем они связаны? Они связаны с тем, что свет у нас рассеивается и у нас происходит интерференция волн на экране. И в каждой точке экрана у нас свет приходит с определенной разностью фаз. И он начинает интерферировать. А поскольку источник случайный, где-то у нас минимум, где-то максимум, где-то минимум, где-то максимум. И таким образом мы получаем спекл-картину. То есть результат интерференции большого количества лучей, исходящий от случайной поверхности. Вот они интерферируют. То есть это случай у нас низкой пространственной когерентности и хорошей временной когерентности. Значит, если мы диск это будем вращать, значит, это как картинка получится размажется, потому что наш детектор – это глаз. Он имеет определенный временем отклика. И если эта картинка минимум и максимум лькает перед нами быстрее, чем наш глаз это может разрешить, у нас интерференционный член уходит в ноль, и мы просто наблюдаем сложение интенсивности. И таким образом мы с вами рассмотрели на этой лекции случай так называемой двухпучковой интерференции, что когда мы ограничились двумя пучками и рассмотрели всякие возможные случаи задержки между пучками, позволяя им интерферировать как во времени и в пространстве. На следующей лекции мы будем рассматривать случай много лучевой так называемой интерференции, что будет послезавтра в 9 утра. До встречи!